Итак, привет, и да, мы будем писать Hello World программу. Предполагаю, что примерно 98 человек из 100, кто изучает любой язык программирования, писал программу, которая вводит на стандартный output фразу Hello World. Остальные два человека выводили туда Привет Мир, Я Программист, или что угодно другое, но только не Hello World, потому что мы не как все, ну вы поняли. История. Первоначально так уж сложилось. Программа Hello World была своего рода тестом, который знаменитый Брайан Керниган использовал в своем татериале программирования на C в Bell Labs. И далее в своей, наверное, одной из самых популярных книг по программированию вообще на данный день, язык программирования C. С тех пор, вплоть до сегодняшнего дня, Hello World пишут для теста до чего угодно. Установился ли компилятор, работает ли интерпретатор и так далее. Написать эту программу плевое дело, не так ли? На первых же страницах практически любой книги по любому языку автор вам расскажет про фундаментальный синтаксис языка и как вывести Hello World чаще всего в терминал. И если вам повезло и вы наткнулись на плюс-минус нормальную книгу, то автор вам объяснит хотя бы то, что... Давайте возьмем C как пример. На первой линии вы через хэш подключаете один из хеддеров стандартной библиотеки языка, в нашем случае хеддер с объявлениями функции для работы с вводом-выводом. И внутри entry point или функции main вы обращаетесь к одной из функций стандартной библиотеки, а именно printf, с помощью которой вы можете выводить значения разных типов в стандартный поток. На большинстве операционных систем стандартный поток или output это терминал, а стандартный ввод или input это клавиатура. Вы выводите туда фразу Hello World и далее возвращаете контроль операционной системе, тем самым заканчивая запуск вашей программы, передавая ей операционке нолик, который с древних времен служит индикатором того, что завершение прошло успешно и мы закончили. Как-то так. Если вы вдруг увидите в книге примерно такое объяснение, то можете смело читать ее дальше, но если нет, то это еще не означает, что автор глуп или что-то там еще. Дело в том, что авторы многих книг по языкам программирования пишут эти книги для тех, кто хочет ознакомиться со спецификацией языка, подразумевая то, что человек и так в курсе того, о чем я сказал выше. Аналогия может быть примерно следующей. Вы замечали, когда, скажем, люди покупают новые машины и они подсознательно говорят, а где тут отверстие под ключи сжигания, или а где тут рычаг управления коробкой передач и так далее. Главная фраза здесь, а где тут? То есть человек знаком с тем, что такое машины и как на них ездить. Он просто знакомится с очередной из них, и ему нужно узнать, как именно эта машина выполняет тот или иной спектр задач. С языками та же самая история. Когда вы учите первый, вам приходится разбираться с кучей всего остального, что сбивает вас с толку. Как пример, что такое статик, зачем инклюды, где находится стэк, почему чар интерпретируется как аске код, это же просто 8-битовый интеджер, почему вообще в байте 8-бит, почему есть указатели, или просто зачем нужны аксессоры, если можно делать паблик файнал. Все это и еще сотни других вопросов появляются у каждого новичка, который начал изучать программирование методом проб и ошибок, или просто изучая язык. Вы буквально стоите на месте и не можете написать ничего разумительного буквально годами. Я сам проходил через это, и поэтому у меня в трейл уже более 100 досок с обучающими планами, которые я делаю для людей, чтобы помочь вам избежать этих проблем, и чтобы при изучении первого языка вы не задавались вопросом, а когда именно происходит инкремент в форцикле? После того, как отработает первая итерация или перед? Проверяйте Patreon для более подробной информации. Ну что ж, к теме видео. Давным-давно, когда еще динозавры бродили по земле, я работал Java-разработчиком и однажды собеседовал очередного амбициозного парня, который проболтался, что он знает C. Это был триггером, и я предложил ему написать программу Hello World. На самом деле, я уже тогда понимал, что он не пройдет собеседование, и просто нашел, на мой взгляд, элегантный способ ему аргументированно отказать и наставить на путь истинный, как некоторые говорят. Написал он примерно следующее. Дефолтная программа, которую писали все сишники, правда? Кстати, тот парень зафейлился на первой же строчке, не смог объяснить, где находится определение функции из хедера. Собеседование, вообще это тех, кто не знаком с ними, именно так и проходит. Вы задаете простые вопросы и пушите собеседуемого вопросами все глубже и глубже, пытаясь выявить сильные и слабые стороны, тем самым поняв, насколько собеседуемый разбирается в вопросе. Ну ладно, главный вопрос. Как же, собственно, работает эта маленькая прога? Первая. Строчка препроцессора. Препроцессор это такая программа, которая просто копипастит текст из файлов с любым разрешением, которое вам больше нравится. Все это, само собой, происходит перед компиляцией. Советую, кстати, посмотреть мое видео, как работает CEC++, чтобы больше вынести из данного ролика. Препроцессор мы подключаем в наш файл, пусть это будет файл с названием maincpp, объявление функции для работы с вводом и выводом. Он так и называется Standard Input Output. И да, несмотря на то, что разрешение у файла cpp, компилировать и работать с файлом мы будем все средствами. Далее на строчке 3 мы определяем функцию main, которую компилятор найдет и обработает как входную точку или старт программы, как подсказку для линкера, что именно тут мы начинаем запуск, линкуемся с CRT и далее операционной системой. На самом деле, это не совсем стартовая точка, это, скажем так, синтактический сахар, есть даже такое понятие, далеко мы полностью. Реальная стартовая точка лежит в CRT, ее название варьируется от платформы к платформе. На винде, скажем, это main CRT startup, которая вызывается еще одной процедурой, которая лежит в поле address of entry point каждого экзешника. Он, то есть линкет, найдет эту функцию, я сейчас про сахарную функцию main, потому что ему прописали пытаться находить ее и уже дальше делать системные вызовы. Win CRT startup в данном случае. Системным вызовом эта функция является из ее call and conversion, об этом я говорил в ролике про операционные системы. В данном случае это std call. На винде все функции с этой конвенцией интерпретируются как системные, в то время как сама сахарная main, именно под x86x4, имеет дефолтную cdecl конвенцию, соответственно. Если у вас ее не будет, это с самой main в коде, то вы сходу получаете ошибку entry point must be defined. Или, проще говоря, я не могу стартануть эту программу. Стартовые точки или main бывают вообще разные. В нашем случае это самый, что ни на есть, дефолтный main без параметров, который возвращает int. И да, вот эта вот фраза, функция возвращает или не возвращает, ошеломляет вообще практически всех, кто только начинает знакомиться с программированием. Что значит вообще возвращает, кому возвращает и так далее. Функция main возвращает int, или число операционной системе, и если быть точнее, родительскому процессу. В нашем случае это будет дефолтный output, или просто терминал, как родительский процесс. Терминалом определено, что дочерние процессы обязаны возвращать 8-битовый интеджер, который служит индикатором. 0, значит все завершилось успешно, и все остальные значения могут служить кодами для различных ситуаций, когда завершение неуспешное. Это как правило. Это как правило. Вы можете возвращать любое число, которое вам нравится. Это всего лишь конвенция, согласованность и тому подобное. Если вы по природе революционер, то можете возвращать минус 100, как флаг индикатора успеха. Внутри этой функции мы определяем поведение программы, а именно вызываем функцию printf, и стандартной библиотеки, которая, как я и сказал в начале, может выводить значения разных типов в терминал. У принта есть и другие производные, скажем, функции для вывода инфы в файл, а не в терминал. Это как пример. Ну и в конце мы возвращаем 0 родительскому процессу, то есть успешное завершение, как индикатор. Но это все как-то поверхностно, согласитесь. Поэтому предлагаю загнуть под капот и разобраться, как это все работает, хотя бы на уровне операционной системы. Во-первых, компиляция. Я буду использовать дефолтный сеплитус-компилятор от Microsoft, который не шипает с Visual Studio, и его инструмент, а именно Dumbin. В компиляторе Microsoft, я буду называть его просто CL, есть Fluxy и Fluxy. Первый означает только скомпилируй, но не линкуй, а второй скомпилируй CPP файл как C. И после компиляции мы получаем объектник под X64 платформу, которая на винде хранится в формате COV, или Common Object File Format. Для параллели, на некоторых линуксах, это обычно ELF формат. Для новичков он более читабельный, но, к сожалению или к счастью, речь в данном ролике пойдет о формате COV. Внутрь этого объектника мы можем заглянуть, используя ту самую утилиту Dumbin. Вы, наверное, не раз слышали, как в татриалах вам объясняли, что объектники содержат машинный код, символьные таблицы и ряд других данных. Как раз с этим мы сейчас и разберемся. У утилиты Dumbin есть flag headers, который отображает информацию по всем заголовкам того или иного объектника. Заголовки — это места, которые описывают конкретные секции объектника. Например, секция, в которой лежат все глобальные, неинициализированные статические переменные, которым kernel присваивает 0 по дефолту. Эта секция, например, называется BSS. Также, скажем, есть секция, в которой хранятся глобальные и статические переменные, которые инициализировали вы как пользователи и так далее. То есть другие секции, о которых мы сейчас поговорим. Все эти сегменты или секции, так же как стек, хип процесса, формируют так называемый memory layout того или иного процесса или программы. И буквально пару слов об этом. Примерно так выглядит упрощенная картина структуры памяти вашей программы. Условимся, что здесь есть только один поток внутри одного процесса. Потому что если у вас несколько потоков, то структура другая. Дело в том, что у одного процесса есть свой стек и хип. И когда вы создаете поток внутри процесса, то ему присваивается свой персональный стек, а хип он делится всеми остальными потоками внутри этого процесса. Это еще называют memory sharing. Удобно. Проще говоря, все эти секции формируют тот самый memory layout или то, как ваша программа вообще выглядит в памяти. Ну окей, ближе к заголовкам или секциям. Смотрим на заголовки нашего объектника через lag headers и получаем следующую картину. У нас есть всего 6 сегментов и давайте окажем по порядку. Первый. Тата. Тут хранятся инициализированные глобальные и статические поля. Ну тут все просто. Далее дебаг знак доллара S. Тут сложнее, но интереснее. На винде DIF или Debug Information Format это CodeView. То есть это контент файлов с расширением PDB или самих объектников, которые генерируют Visual Studio, когда вы нажимаете запуск. К ним можно получить доступ, скажем, через DASDK и он будет редонали. Другими словами, когда мы компилируем программу CL, компилятор генерирует эту самую секцию в объектнике, которая описывает инфу по дебагу этого самого объектника. Далее директив. Эта секция, как и дебаг, есть только в объектниках. И после того, как линковка завершается, линкер их удаляет. Их, это значит, обе секции дебаг и директив. То есть они не идут в экзешник. Например, здесь хранятся команды для линкера, скажем, какая-нибудь линковка с библиотеками. Окей, дальше. Pidata. В этой секции лежит массив с указателями на функции для обработки исключений. То есть обработка кода из try-блока, обработка кода из cage и finally-блоков и так далее. И несмотря на то, что мы компилируем программу как c-файл, то эти секции все равно присутствуют. Именно поэтому я и пишу на c++, а не на c. Поддержка плюсов просто-напросто лучше в студии. Вот и все. Далее. Текст, знак доллара, mn. Также известный, как просто текст-сегмент. Линкер, кстати, уберет все, что после знака доллара. Тут лежат скомпилированные под платформу x машинные инструкции. То есть оп-коды, операнды и так далее. Эта секция тоже read-only, что, собственно, очевидно. Мы можем изменить буквально один бит и вместо одной инструкции будет другая или вместо умножения будет деление. Ну, вы поняли. Загрузчик программ наполнит определенный сектор процесса нашей программы, который нам даст операционная система, этими инструкциями и он будет называться код-сегмент. Это просто как кстати. И последняя секция это xData. Не цитируйте то, что я сейчас скажу, потому что я не уверен, но pData и xData секции решают одну и ту же проблему. Это обработка исключений. Не уверен в точной разнице, но насколько я понял из практики, то эта секция это unwind info. Я реально не знаю аналога в русском языке. То есть тут находятся записи о том, как те самые функции для работы с исключениями оказывают влияние на stack pointer и на non-volatile регистры. Это все касается только отладки, то есть в xDashnik инфа с xData также не идет. Покажу позже. Кстати, кто уже заметил, у нас нет секции BSS, в которой лежат неинициализированные глобальные и статические переменные, как правило. Потому что у нас их просто в коде нет. Но даже если мы их добавим, то их не будет. Не будет этого сегмента, потому что CL оптимизирует по дефолту. Убирает все, что не используется. Вообще, это можно все без проблем отключить, но оно нам надо. То есть все это, это секции, сегменты или секторы нашего объектника, каждый из которых хранит определенную часть программы, плюс информацию для дальнейшей линковки и превращения в executable image или экзешник. Вообще, по той простой причине, чтобы понять смысл этой самой линковки, я советую людям изучать основу ассемблера. Не будете вы на нем писать, это шанс почти 100%, но в него заложены многие принципы, которые до сих пор используются для дизайна языков программирования. На основу ассемблера у вас уйдет не больше двух недель. Это интересно, поверьте мне. Окей, кроме них, то есть секции, у нас в объектнике есть так называемая символьная таблица и таблица перенаправлений. Соответственно, символ тейбл и релокейшн тейбл с оригинала. Во-первых, в любом кофайле или объектнике есть символьная таблица, но не в любой пешке или экзекьютабле. Чтобы она была в пешке, ее нужно туда включать. Это на заметку. Итак, для того, чтобы увидеть символ тейбл, мы просто пишем флаг символс и видим следующий результат. Эта таблица содержит инфу по всем используемым символам, на которые ссылается этот translation unit. Первая колонка — это индекс символа или его номер. Тут просто. Вторая — это где находится символ перед релокацией. Третья работает следующим образом. Если вы видите sect и номер, то это секция и номер. То есть символ определен в этой секции объектника. Если undef — логично, то его в этом объектнике нет и нужно искать где-то еще. В нашем случае можно увидеть, как printf и main лежат в секции текст или код, а тот же самый stdio common vprintf — undefined. То есть, скорее всего, он находится где-то глубоко в CRT. Но об этом позже. Другими словами, main и printf — это просто обертки реальных системных вызовов. Четвертая секция — всегда no type. Web — это инфа, кстати, вообще никак не задокументированным Microsoft, поэтому здесь без комментариев. Пятая колонна уже выглядит естественно. Это internal или external. Если первая, то символ виден только внутри translation unit, где он объявлен. Если второй, то виден всем остальным файлом. Что-то вроде, знаете, инкапсуляции, только на уровне translation unit. Что такое translation unit? Видео по C, C++, вперед. И последний столбец — это само имя символа. Оно может быть как в чистом виде, так и декорированное. Это как раз-таки тот самый name-mangling, о котором я не сказал в видео по C и C++. Далее. Что же касаемо релокационной таблицы или таблицы перенаправлений, то ее содержание выглядит следующим образом. Для начала мы пропишем флаг relocations у утилиты dumbbin и далее получим следующий вывод. Во-первых, relocation'ы бывают двух видов. Абсолютные и относительные. Относительные стекпоинтеры, если что, но... Окей-окей. Я прекрасно понимаю, что это уже слишком глубоко и мало общего имеется спецификации, скажем, C или C++. Это уже больше продвинутые ассемблии, поэтому я скажу лишь самое основное, что нужно знать. Offset – это адрес, куда мы relocating тот или иной символ, а это адрес символа в той или иной секции объектника. Все. Теперь мы представляем, что такое сегменты объектника или объектного файла, что в каком находится, что из себя представляет символьная таблица и минимума релокации. Теперь вы можете сесть и написать свой линкер. Пожалуйста. Ну а мы двигаемся дальше. Давайте теперь посмотрим на самом ассемблии код нашего объектника. Dumbin, Dizasm, объектный файл. Тут все крайне просто. Так как ассемблии имеют маппинги один в один с машинным кодом, то адрес памяти, машинный код и эквивалент с мнемониками ассемблии. Тут мы сразу видим наш main и printf, который мы в нем вызываем. В свою очередь, printf сам делает два вызова функций, один из которых прямо в CRT, чтобы поднять основной вывод, а другой функцию vprintf, l, которая используется под printf и сама содержит около 2500 строк кода и в свою очередь делает еще два вызова функций. Тут, кстати, интересно. Студия, начиная с 2015 года и выше, теперь содержит частичный код printf в хедере. Раньше printf был просто библиотечной функцией дефолтной. Первая из таких функций, которая лежит в хедере, это local stdio printf options. Она возвращает указатель на статический int, который используется как импут в stdio common vprintf. Сама же функция vprintf, l, здесь, из-за той же самой причины, что студия добавляет частичный код, связанный с printf в хедере. Эти функции, так же как и acrt и iobfunk, являются проводниками и служат для обеспечения публичного интерфейса CRT. Несмотря на то, что они в принципе доступны программисту, использовать их не рекомендуется по стандарту. Но это очевидный момент и мне, наверное, не стоит о них говорить. Но окей, скомпилировано. Далее линковка и превращение наших объектников в executable. Мы просто пишем линк и передаем туда наш объектник. Если вы, так же как я на винде, и пользуетесь CL, то у вас не будет никаких проблем и после линковки плюс далее запуска, вы увидите надпись Hello World в терминале. Мы можем посмотреть на контент нашего экзешника, а именно на заголовке и там увидеть еще одну секцию, а именно AirData плюс отсутствие секции Directive и Debug. Как раз таки в секции AirData и находится наша стринга со значением Hello World. AirData это подмножество сегмента Data. В AirData лежат инициализированные константы или Redon или данные. И кстати, так же появился сегмент Relog, как вы видите. Это та самая таблица релокации, где находятся инструкции для релокации всех символов. Плюс еще одна секция GFIDs. Она содержит массив с адресами на RVA или Relative Virtual Address. Этот сегмент работает вплотную с релоком. Короче, тут фишка в том, что большинство процессов или экзешников загружается в этот адрес. Это еще называется виртуальным адресом. Лингер принимает объектник на входе и выдает экзешник или имидж файл, который в свою очередь служит импутом для загрузчика. Вкратце, это все делается для удобной релокации символов. То есть, смысл RVA для ринкеров почти 100% такой же, как и смысл VA для операционной системы. VA это виртуальные адреса, RVA это релативные виртуальные адреса, соответственно. Итак, процесс, в большинстве случаев, имеет следующий лайут в памяти. Именно таким образом, то есть, стек идет вверху. Я говорил о том, как он работает в серии по основам программирования. Далее идет MMS или раздел со всеми маппингами. Скажем, ссылки на DLL-ки будут лежать здесь. И само название за себя говорит, что все это будет подгружаться на рантайме. Короче говоря, лучший способ, пока не придумали, как делать IOL на уровне экзекьютабла. Дальше идет HIP, о нем я тоже сказал в основах. Его может быть либо достаточно, либо недостаточно. Если первый вариант, то это все хендлится рантаймом языка. Если и недостаточно, то через соответственные системные вызовы это все фиксится на раз. И, как вы все знаете, самый известный менеджер HIP of C это Maloc и его производные. Но я всегда пишу свои, поэтому это было просто к слову. Ну и, конечно же, последними идут сегменты, о которых я говорил ранее. Data, текст и BSS, если он есть. В чем вообще смысл этого ролика, если большинство из вас слетело с катушек минут как 10 назад? Смысл в том, что в программировании ничего не работает просто так. Даже за самой минимальной программой лежат тонны прослоек из десятков абстракций, которые работают не идеально, которые требуют постоянных доработок, оптимизации под новые железки и тому подобное. У меня периодически спрашивают на стримах или в любого рода сообщениях, чтобы я показал свои наработки, чтобы ответил на вопрос, чем я занимаюсь и какой код пишу на повседневке. Я разбираюсь со всем вот этим и пишу интерфейсы ко всему вот этому для тех, кто разбираться с этим не хочет или по моим скромным прикидкам это примерно 98% всего эти комьюнити. Если вы оценили ролик, то ставьте лайки и подписывайтесь. С вами был Виндертон. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok